Праздничную божественную литургию возглавил епископ Тихвинский Елодейнопольский Мстислав в храме царственных страстотерпцев в деревне Сологубовка Ленинградской области. Но не только престольное торжество отмечали здесь в этот день. Реабилитационному центру для зависимых, которые действуют при храме, исполнилось 4 года со дня основания. Сегодня мы молимся Богу, чтобы не повторил нам Господь этого греха, который был в начале столетия прошлого, 17-го года. Греха ненависти, злоба, когда потихонечку весь народ отходил от Бога пьянства, разраг, ужас. Храм и центр находятся в окружении природы, и дорога к церкви идет среди леса. На столбах на протяжении всего пути череда табличек с надписями. Первый из них – кто ты и зачем ты? Это вопросы, которые наводят человека, не всегда верующего, на размышления по дороге к храму и к исцелению от зависимости. При храме царственных страстотерпцев в 2012 году был открыт центр Сологубовка. В нем с воспитанниками работают по авторской программе, и за год через центр проходит около 150 зависимых. Благотворительный фонд имеет два центра реабилитации. Кроме этого, уже 4 года действует передвижной пункт раздачи горячей еды для бездомных и мобильно-консультационный пункт по профилактике ВИЧ-инфекции. Задача консультанта по химической зависимости – прежде всего быть образцом выздоровления, показывать собственным опытом, что такое жить трезво. Консультант по химической зависимости – это человек, который имеет опыт употребления, имеет опыт выздоровления, такую уже достаточно стойкую ремиссию. Плюс мы получаем образование. У нас большая часть наших сотрудников учатся на психологических факультетах, получают специализированное образование уже, чтобы оказывать клиентам уже не только такую помощь, опираясь на собственный опыт, а еще такую уже профессиональную. У них очень такой плотный режим дня, который включает в себя и молитвенные правила, такую внутреннюю церковную жизнь, религиозную, и работу по приходу. Здесь вот, например, у нас сегодня ночью отделились коровы, и это такая дополнительная была нагрузка, потому что ребята бегали, помогали корове, следили за этим. Поэтому здесь существует ферма, здесь существует очень много работ по благоустройству. Действительно, хозяйство у подопечных центра немалое. Большой коровник, в котором прибавился бычок, помещение, где живут кролики, отдельный хлев для баранов. Воспитанники частично обеспечивают себя мясом, молоком, сметаной и творогом. Я просто решил побыть здесь несколько дней, ну, побыть и попробовать вообще, что это такое, вот, может быть, ну, что-то интересное как-то. Но на самом деле не было, никакой не мотивации, ничего не было, чтобы здесь оставаться. Я хотел идти обратно и употреблять. В принципе, у меня даже принятие было того, что я умру, скорее всего, от алкоголя или от наркотиков. В завершении двойного праздника прошло соревнование команд КВН, где звучали песни и стихи, вопросы и ответы команд, участники которых с искренностью и юмором поддерживали друг друга в этой непростой борьбе с собой, со своей зависимостью. Субтитры создавал DimaTorzok